Всем привет! Сегодня мы сравним китайский корвет с двумя российскими кораблями. Самый крупный корабль в сравнении это российский корвет проекта 2380 типа стерегущий. Экипаж корвета 99 человек, водоизмещение 2220 тонн, длина 104,5 метра, а мощность ГЭУ 24 тысячи лошадиных сил. Второй корабль это китайский корвет типа 056-056А Циндао или как его называют в Китае легкий ракетный фрегат. Экипаж корвета 78 человек, по другим данным 60, водоизмещение около 1500 тонн, длина 90 метров, а мощность ГЭУ 13800 лошадиных сил. Третий корабль это российский малый ракетный корабль проекта 22800 «Каракурт». Экипаж МРК 39 человек, водоизмещение 800 тонн, длина 67 метров, а мощность ГЭУ 24 тысячи лошадиных сил. Как мы видим, по длине и водоизмещению китайский корвет находится между российским корветом и МРК. Экипаж китайского корвета немного меньше, чем у российского, но больше, чем у МРК «Каракурт». Это связано с наличием у него противолодочного вооружения. ГЭУ российских кораблей мощнее 24 тысячи лошадиных сил против 13800. Это позволяет им развивать большую скорость. В самом быстром сравнении является «Каракурт». Скорость полного хода у него 30 узлов против 27 у корвета 2380 и 25 у типа 056. Однако, среди трех кораблей МРК имеет наименьшую дальность плавания – 4000 километров против 6400 у обоих корветов. Автономность плавания у всех кораблей одинаковая – 15 суток. Перейдем к вооружению кораблей. Начнем с артиллерийского. На корвете 2380 установлена 100-мм универсальная корабельная арт-установка А19001 «Универсал». Она превосходит по дальности стрельбы 76-мм арт-установку АК-176МА «Каракурта» и HPJ-26 корвета типа 056. 20 километров против 15,7, но уступает скорострельности. 80 выстрелов в минуту против 120-130 у 76-мм орудий. Кстати, HPJ-26 является китайским вариантом советской АК-176. Самое мощное противокорабельное вооружение у «Каракурта». 8 ячеек у КСК «Калибр» с возможностью использования сверхзвуковых ПКР «Оникс» с дальностью стрельбы до 600 километров. На корвете 2380 установлены две четырехконтейнерные наклонные пусковые установки ракетного комплекса «Уран» на 8 ПКР Х-35У с дальностью более 260 километров. Противокорабельное вооружение «Каракурта» типа 056 скромнее. Две двухконтейнерные наклонные пусковые установки на 4 ПКР YJ-83 с дальностью 180 километров. Самый мощный зенитно-ракетный комплекс у «Карветта» 2380. 12 ячеек ЗРК «Редут» с боекомплектом от 12 до 48 ЗУР и дальностью до 150 километров. На МРК «Каракурт» установлен зенитно-ракетный артиллерийский комплекс «Панцирь-МЕ» с боекомплектом в 32 ЗУР и дальностью до 20 километров. ЗРК «Х-Q-10» на «Карветте» типа 056 попроще. Боекомплект 8 ЗУР с дальностью до 9 километров. Самая мощная зенитная артиллерия на «Карветте» 2380. Две 30-мм шестиствольные автоматические арт-установки АК-630М с дальностью до 4 километров. На «Каракурте» зенитная артиллерия представлена двумя шестиствольными 30-мм зенитными автоматами ЗРК «Панцирь-МЕ» с такой же дальности до 4 километров. На «Карветте» типа 056 установлено две 30-мм арт-установки HPJ-17 с дальностью до 2,8 километра. Самое мощное противолодочное вооружение снова на «Карветте» 2380. Два четырехтрубных торпедных аппарата комплекса «Пакет-НК» калибра 330 мм, дальность торпед до 20 километров. На «Карветте» 056 два трехтрубных торпедных аппарата для торпед Ю-7 с дальностью до 10 километров. На «Каракурте» противолодочное вооружение отсутствует. Также на «Каракурте» отсутствует и авиационное вооружение. На «Китайском Корветте» есть вертолётная площадка для лёгкого многоцелевого вертолёта Z-9, максимальной взлётной массой чуть больше 4 тонн, но ангара для него на корабле нет. А на «Российском Корвете» есть и вертолётная площадка, и ангар для корабельного противолодочного вертолёта К-27, максимальной взлётной массой 12 тонн. Наибольшая дальность противокорабельных ракет у МРК «Каракурт» до 600 километров. Наибольшая дальность систем ПВО у «Карветта» проекта 2380 до 150 километров. Наибольшая дальность ПВО также у «Корветта» проекта 2380 до 20 километров. А вот возможность запуска крылатых ракет есть только у «Каракурта». Строительством кораблей проекта 2380 занимается «Северная верфь» и «Амурский судостроительный завод». Строительством кораблей типа 056-056А занимались 4 верфи – «Вучан Шипьярт», «Леонин», «Хуан Пу» и «Худонг Жинхуа Шипьярт». Строительством кораблей проекта 22800 занимается 5 верфей – «Судостроительные заводы» «Море», «Залив», «Пэлла», «Амурский» и «Зеленодольский СССР». С 2008 года ВМФ России получил 7 «Корветтов» проекта 2380. Три корабля спущены на воду, еще один был заложен в 2021 году. С 2013 года ВМС Народно-освободительной армии Китая получили 22 «Корветта» типа 056 и 50 «Корветтов» типа 056А. С 2018 года ВМФ России получил 3 малых ракетных корабля проекта 22800. 6 кораблей спущены на воду и еще 7 кораблей были заложены. Теперь давайте посмотрим на темпы строительства. Среднее время от закладки до спуска на воду у китайских «Корветтов» типа 056 и 056А неизвестно. У российских кораблей среднее время до спуска на воду меньше у МРК «Каракурт» 2 года и 8 месяцев против почти 6 лет у «Корветта» проекта 2380. Наименьшее среднее время от спуска на воду до передачи флоту у китайских «Корветтов» чуть больше года, у российских кораблей около двух лет. Если вам понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь и пишите, понравился ли вам данный формат и если да, то по каким еще параметрам вы бы хотели проводить сравнение. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok